Здравствуйте! Вы смотрите Бюро новостей Довича в студии Ксения Фрик. И вот о чем мы расскажем сегодня. Вместо старых деревянных новые кирпичные. Несколько сотен кировчан в ближайшие недели переедут из аварийных домов в новые. У нас здесь цена вышла дешевле, чем на рынке. Здесь в пределах 32 тысяч квадратный метр. Освободили площадку, установили основание. На театральной площади начали собирать новогоднюю елку. Если погодные условия позволяют, то на неделе полторы. Плюс запасы оформления гирляндами. Недели две можно. Профессионалы отдыхают, будущие спортсмены тренируются, как футболисты Кирова отметили День футбола. Несколько домов в поселке Мурыгина остались без отопления. Чтобы жители не замерзли, местные власти выдали им буржуйки. Проблемы с отоплением в Мурыгина происходят каждую зиму. Вот и на этот раз тепло пропало из-за того, что в местной котельной не хватило мазута. В результате жители шести домов обогревают свои дома с помощью электронагревателей и деревянных печей. Как рассказывают сами жильцы, это отключение уже третье с тех пор, как стартовал отопительный сезон. Люди устали обивать порог местной администрации и поэтому написали письмо начальнику Кировской полиции Сергею Солодовникову с просьбой разобраться в ситуации. В то, что тепло в их дома снова появится, сами жители верят пока с трудом. Хотелось бы надеяться на лучшее. Но если оставить ситуацию в той ключе, как она сейчас, вот на данный момент, как она есть, будем замерзать. Будем реально замерзать. Не то, что замерзать. Замерзнет и отопление, замерзнет и вода. Ну, то есть вот наши шесть домов, они просто-напросто, ну, будем как-то ходить, наверное, в одеялах. Я не знаю. О том, как жители Мурыгина справляются без отопления и что по этому поводу думают чиновники, об этом мои коллеги расскажут в итоговой программе «Точка зрения». Она выйдет в эфир в это воскресенье в 19.30 на телеканале «Невятка ТВ». А некоторые жители Кирова в скором времени навсегда смогут забыть о проблемах с отоплением и водоснабжением. Из ветхих и аварийных домов почти три сотни кировчан переедут в новостройку в Коминтерне. Сегодня первые лица города и области вручили будущим новоселам ключи от новых квартир. Куда и когда смогут переехать жители других аварийных домов, расскажет Елизавета Халикова. Каждый год по 15 кубометров дров приходилось заказывать Людмиле Ивановне, чтобы обогреть квартиру. В ветхом доме с мужем, двумя детьми и внучкой она живет несколько десятилетий. Днем средняя температура в комнатах не поднимается выше 15 градусов. Ночью опускается до 10. И это несмотря на две каменные печи в квартире. Фундамент везде с той стороны весь раскололся. А у нас здесь вообще все сгнил весь бок. Все просадится и садится ниже. И поэтому у нас очень холодно. Мы стареем, мы уже не можем с дровами возиться. Надо же колоть. Но скоро о печном отоплении Людмиле Ивановне можно будет забыть. Ключи от новой квартиры в доме на улице Баумана главе семьи Пестриковых вручил лично глава региона Никита Белых. Семья Пестрикова Василия Семеновича. Возможность переехать в благоустроенную квартиру Василий Пестриков, а также еще около 300 кировчан, получил благодаря городской программе по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. Новые 44 квадратных метра семья Пестриковых займет уже в ближайшее время. К переезду почти все готово. В квартире есть отопление, горячая и холодная вода, установлены раковины и унитаз. Новоселы рассказывают, получить новую квартиру было несложно, понадобилось только терпение. Скажите, ждите, дом строится. Вот, дожидали. Всего в этом году планируется расселить более 200 семей. В следующем еще 300. При этом людям предоставляют квартиры в новых домах. У нас здесь цена вышла дешевле, чем на рынке. Здесь в пределах 32 тысяч квадратный метр. Такой цены у нас просто и в городе, и в области нет. Так что и цена, и качество, и, собственно говоря, объемы и масштабы строительства позволяют нам сказать, что это гораздо эффективнее и выгоднее и для города, и для области. Одной высотки на Баумана всем нуждающимся в переселении не хватит, посчитали пару лет назад власти. И сегодня губернатор и глава города побывали еще в одном новом доме – в поселке Костино, куда в ближайшие недели переедет еще больше сотни человек. Кроме того, близится к завершению строительства еще двух домов. Одного тут же в Коминтерне и другого в Ленгасово. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Корпуса построены коммуникацией, подведены сертификаты предпринимателям выданным. Вот только производственного шума так и не слышно. Промпарк в Вязких Полянах до сих пор не заработал. Почему? Подробности в следующем сюжете. На огромной территории промпарка в Вязких Полянах пустынно и тихо. Как будто его и не открывали еще три месяца назад. А должно работать уже 10 предприятий. Резидентам давно выдали сертификаты. Ни одна компания свое производство здесь еще не запустила. Как пояснил руководитель промпарка Александр Дресвянников, после открытия им пришлось делать работу над ошибками подрядчика. Вначале не было выполнено предыдущим институтом ряд работ. То есть некоторые, допустим, сети, водотрасса, допустим, налегалась, допустим, на теплотрассу. Вот при определенных, для выполнения некоторых химических решений, проектная часть запоздала. Тем не менее, сейчас на территории промпарка уже окончательно завершены работы на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проведен газопровод. В зданиях есть электричество. Правда, все это должен принять Ростехнадзор, главный контролирующий орган. То есть объект газопровод, давление там высокое, потом котельная, это тоже объект, я вам сказал, что взрыв пожароопасный. Потом там еще проблема, что подключение электроснабжения, это как является тоже объект, как электроустановка, энергоустановка. То есть опять же проблема, опять Ростехнадзор, опять пакет документов. Только после того, как все документы будут утверждены, а коммунальные объекты приняты, промпарк начнет свою работу. Хотя это должно было произойти еще полгода назад. Тем не менее, руководство парка в Вятских полянах успокаивает. Промышленники уже могут заезжать в корпуса, размещать свое оборудование и готовить запуск производства. Андрей Анфилатов, Роман Кутузов, Елена Росомахина, Бюро новостей Давича. Ледяные горки, лабиринт Дед Мороз со Снегурочкой. Совсем скоро театральная площадь Кирова станет новогодней. На праздничное оформление с городского бюджета в этом году выделено почти 6 миллионов рублей. Анна Мамаева расскажет, почему рабочие, которые оформляют площадь, считают себя настоящими новогодними волшебниками. Себя просит называть не рабочим, а строителем снежного городка. Андрей Краснов уже проникся новогодним настроением и делает все, чтобы кировчане тоже его прочувствовали. Сейчас он с коллегами доделывает ледяную крепость, потом примется за лабиринт. Вот она на глазах создается зимняя сказка в центре города. Продолжение крепости, потом трон у нас, тумбы под елочку, там в скверике около фонтана, по периметру. Вот эта пирамида, мы ее тоже начали, пока снег насыпает туда, льдом тоже ее обделывать будем. Да и окружают рабочее место Андрея Краснова новогодние символы по левую руку от него. Горки по правую уже начинают возводить главную елку города. Сегодня самый ответственный этап установки елки. Рабочие собирают ее основание. После этого зимняя красавица вырастет вверх, с помощью крана соберут ее каркас. А потом и вширь, на елке появятся ветки. Если погодные условия позволяют, то недели полторы, там плюс еще с запасом оформления гирляндами, пусть и погодные оформления, недели две может. Все работы на театральной площади планируют закончить к 20 декабря. К этому моменту все объекты снежного городка украсят дымковскими мотивами. Анна Мумаева, Александр Пузгалов, Бюро новостей, Давича. На главу Созимского поселения завели уголовное дело за сожжение щенка. По версии следствия, Елена Косторная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла в местную котельную. Навстречу выбежал маленький щенок и начал лаять. Женщина распорядилась убрать собаку из помещения котельной, но на ее просьбу никто не отреагировал. В итоге глава поселения распахнула дверцу работающего котла и бросила щенка в топку. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В детских садах Кирова превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИМ на 9,5%. Также специалисты Роспотребнадзора отмечают прирост заболевших и среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет. А среди взрослых заболеваемость наоборот, ниже порогового уровня на 42%. В Кирове здание налоговой службы построит компания из Санкт-Петербурга. У ФНС по Кировской области уже подписали контракт. Компания обязалась построить здание за 713,5 миллионов рублей. 190 из них компания-застройщик уже получила. Напомню, семиэтажное П-образное здание налоговой службы появится на улице Комсомольска-1. В ходе строительства часть сквера у ДК железнодорожников снесут. Здание детской филармонии передадут старообрядцам. Такое решение приняли депутаты Гордумы в рамках федерального закона. По нему власти обязаны передать религиозным организациям имущество, которое раньше находилось у них в собственности. Напомню, здание, где сейчас находится детская филармония, было построено в 1910 году. Раньше там располагался храм для Вятской поморской общины. Освободить помещение его сотрудники должны в течение пяти лет до 2019 года. Сейчас небольшая пауза, и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Как не пить? О чем еще? Жители области спрашивали сегодня специалистов-наркологов. Не молчать, а рассказывать о проблемах. Психологи провели для подростков необычный урок. Профессионалы отдыхают, будущее спортсмены тренируются. Как футболисты Кирова отметили День футбола. Это «Давича», продолжаем выпуск. Уровень употребления алкоголя в Кировской области снизился, отмечают специалисты. Но проблема алкоголизма по-прежнему актуальна. Зависимых людей становится все больше. Например, по сравнению с другими регионами ПФО, в Кировской области пациентов, стоящих на учете у нарколога, в полтора раза больше. Как избавиться от алкогольной зависимости? На этот вопрос сегодня отвечали специалисты Кировского наркологического диспансера. В департаменте здравоохранения прошла прямая телефонная линия. За час психиатры и наркологи приняли десятки звонков от кировчан. Как показывает практика, одного кодирования от алкогольной зависимости недостаточно. Здесь необходим комплекс мер. Полная реабилитация занимает примерно от одного до полутора лет. Также в диспансере существуют технологии работы с родственниками. Специалисты научат, как убедить своего близкого человека в лечении. Ведь многие отказываются признавать зависимость от алкоголя. Возможно, лечение платное, то есть это анонимное, когда человек не ставится на учет к психиатру нарколога. Возможно, лечение бесплатное на общих основаниях. Подростков мы вообще стараемся лечить анонимно, бесплатно. То есть, пожалуйста, обращайтесь, никаких денежных средств взиматься не будет. И, возможно, анонимность. Ну и существует телефон, по которому можно задать все вопросы в круглосуточном режиме. Не по телефону, а вживую. Сегодня детей учили общаться и не боятся рассказывать о проблемах. В Центре детского и юношеского творчества прошел тренинг для подростков. Занятия со школьниками провел педагог-психолог. Нужны ли детям игровые уроки? У них самих спросила Екатерина Зубарева. Сплотить класс с помощью игры – вот главная задача педагога-психолога на этом тренинге. С помощью разных упражнений ребята учатся помогать и понимать друг друга. Пока такие игровые упражнения проходят для школьников 5-7 классов. Их посещают ученики 48-й, 10-й и 33-й школы. Но надеются организаторы в будущем к ним присоединятся и другие учебные заведения города. С помощью игры можно не только научить подростков разговаривать и общаться, но также здесь открываются разные проблемы детей, решаются тоже здесь же, с помощью игры. И, как рассказывают сами ребята, такие занятия уже дают результаты. Наш класс очень недружный. И тут мы как бы учимся дружить. Мальчики стали более внимательными, а девочки стали их понимать. Кировская родина накануне встретилась в Ульяновске с местной командой «Волгой». И, несмотря на сопротивление хозяев, кировчане одержали победу со счетом 3-2. Свой следующий матч наша команда проведет 12 декабря в Первоуральске. А сегодня любители другого популярного в нашей стране вида спорта отмечают Всемирный день футбола. Традиционно он приходится на 10 декабря. Как его провели кировские игроки в футбол, расскажет Елена Чихомова. Метров 50 под углом, а затем обратно в среднем темпе. Такие тренировки сейчас у капитана футбольной команды «Динамо» Александра Захлестина. Межсезонье, говорит спортсмен, повод чаще бывать с сыновьями. И Всемирный день футбола не исключение. Однако активно заниматься спортом Александр начнет уже в январе, чтобы не подвести команду, когда в апреле стартует новый сезон. Киров – это, в первую из всего, команда бойцовского такого качества, никому не уступчивого, никому никогда не уступает. Но этим славится. То, что не такой красивой может быть игрой, но именно бойцовскими качествами. За это, в принципе, «Динамо» Киров. Все побаиваются и уважают. Хотя в последнее время мы не так высоко в турнире таблицы, но всем даем бой. Они тоже дают бой. Одна учебная команда против другой. У воспитанников пятой спортшколы в день футбола – обычная тренировка. Никакого межсезонья. Тренер Антон Болезин говорит о популярности футбола как такового и нашей команды «Динамо». Когда я был в отпуске, разговаривали с мужчиной из другого города, спросил, откуда вы. Мы сказали, из Кирова. И он сразу сказал, что «Динамо» Кирова». Тренер уверен догнать родную команду и превзойти ее по результатам. Стремятся все его ученики. Мальчик, который играет в футбол, он может ездить по всяким сторонам. А мальчик, который не играет, он не ездит, не играет. Илья говорит про соревнования именитых футболистов. А такие среди выпускников пятой спортшколы есть, рассказывают наставники. Это игроки нашего «Динамо», спортсмены на Кубани, в Москве. Это у нас в премьер-медии за московскую команду «Торпеда». Играет Михаил Багаев и Алексей Пугин. Это именно наши школы-выпускники. Чтобы ученики кировских спортивных школ чаще становились членами известных футбольных команд, нужно улучшать условия для занимающихся, напоминают тренеры. И работа такая ведется. На стадионе трудовые резервы планируют сделать футбольное поле с искусственным покрытием. Причем сроки таковы, что успеть постараются к следующему Всемирному дню футбола. Елена Чехумова, Даниил Кочкин, Бюро новостей «Дайвича». Такой была эта среда, 10 декабря, глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей «Дайвича» появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Бюро новостей «Дайвича» по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ксения Фрик. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин